Зайдем в артистическую, посмотрим, как там юные мои коллеги разыгрываются. Идет подготовка к концерту 5 числа. Мои юные коллеги Елисей Мысин и Александр Довгань готовят польку Рахманинова. Саша, оказывается, не знала, что она будет играть ее. Вот осталось два дня на все про все, поэтому юный Елисей Мысин сейчас дает наставление своей старшей коллеге. Потому что с маэстром Исиным мы уже переиграли этот номер достаточно много. Что ж ты играешь, дорогой мой? Какие ты гармонии играешь? Ничего страшного. Ну, господи. Давайте мой минор сначала. Поехали. Обратите внимание на инструмент, который настроен. Был последний раз, по-моему, в 68-м году. Пианино под названием «Ласточка». Мне очень нравится то, что юный коллега Елисей помогает Александре. Он вошел в положение юной солистки, что нужно немедленно выучить эту польку. Она, кстати, очень непростая. Она очень веселая, якобы легкая на мотив. Она очень сложна технически для исполнения. Что бы вам поставили на зачет, если вы сыграли вот так в школе, в Центральной музыкальной школе имени Чайковского при Московской консерватории? Я уверен, что все будет хорошо, потому что на нашем фестивале, как я всегда говорил, внутри нашего фестиваля происходят вот такие импровизации. Может быть, даже недоразумение в хорошем смысле слова. Но я уверен, что все будет хорошо, потому что у Александры Довгань есть такой юный друг, репетитор Елисей Мысин, которые только что закончили свой концерт. И вот, как видите, они не пошли играть в футбол или смотреть мультики. Они готовятся к следующему концерту. Вот это мне очень нравится, понимаете? Что бы ни происходило, они все равно идут дальше репетировать. Притом, при всем, кто-то скажет, у них нет детства, их мучают, концерты. Вот вам нравятся концерты, ребят? Скажите. Вам нравится играть на сцене, да? Да. Сколько у тебя концертов в год? Я не считала. Ну и не надо. Главное, что вы любите это дело, правильно? Да. Елисей, как твое ощущение от работы с маэстро Спиваковым? Хорошая. Все получилось, то, что ты задумывал? Да. Оркестр тебя поддержал? Да. То есть ты теперь играешь концерт Баха в трех частях уже, можно сказать, да? Ты играл подряд три части? Ты сегодня играл второй и третий? Нет, только второй и третий. Второй и третий. Ну, прекрасно. После лета, после отпуска, после каникул, практически первый концерт у тебя, да? Первый концерт? Да. А у тебя, Саш, тоже первый концерт? Да, второй. Второй? А где играла уже? В Кремле. Уже в Кремле сыграла. Боже мой, какая прелесть. А что ты там играла? Фантазии Экспланшета. Фантазии Экспланшета. То есть ты уже в форме? Ну, можно сказать. Готова к сезону. А что новые, какие у нас репертуарные концерты? В ближайшее будущее что ты будешь играть? Бетховена. Концерт? Второй концерт. Да. Финал второго концерта Чайковского. Финал второго концерта Чайковского. Как вам это нравится? 11 лет. Так. Ну, Моцарта концерты. Сольные. Что ты хочешь сыграть? Сольные 5-го числа, кстати. И 4-го, и 5-го. Там по 10 минут. Хотела там сыграть сперва Ромо, переключить цыганку и Боткевича Левиконова. Здорово. И 4-го, и 5-го, да? Наверное, да. Хорошо. Ну, я буду вам больше мешать. Ты поможешь дальше немножко поиграть с Сашей? Потому что ей нужна основа. Басы. Вот. Поэтому я желаю вам удачи. Завтра увидимся. Завтра при пятерке, да? Хорошо. Удачи. Я скоро зайду. Завтра при пятерке. Завтра при пятерке. Завтра при пятерке. Завтра при пятерке. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»